МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году состоялась первая сессия областного совета. Как она прошла? Она прошла достаточно спокойно. И самое главное, что всего за полчаса. Очевидно, причиной столь кратковременного явления послужило то, что депутатские фракции не имели согласованных кандидатур для избрания председателем областного совета. Поэтому любая кандидатура, которая была бы предложена, она бы не набрала необходимого количества голосов. Поэтому все ограничилось избранием временного президиума. И получено время для дальнейших консультаций. Я думаю, что в течение ближайшей недели, 10 дней, будут определены как минимум 2 кандидатуры, которые будут вынесены в зал для голосования. И тогда уже все будет намного интереснее. А давайте поговорим о сессии городского совета, которая была сорвана общественниками. Почему это произошло? Ну, это произошло потому, что большинство тех людей, которые называют себя общественниками, они занимают радикальные политические позиции. Их кандидат, кандидат которого они поддерживали во втором туре, Николай Фролов, проиграл. Проиграл, мэром не стал. И им нужно было выразить свой политический, скажем, протест. Абсолютно неконструктивный, потому что мэр еще даже не приступил к работе. Еще не принималось никаких решений, за которые бы его можно было критиковать. Но, тем не менее, вот эти радикальные группировки, они заняли достаточно жесткую позицию, прежде всего по отношению к жителям города Запорожья. По сути дела, такое их поведение не могло вести к конструктивной работе, поэтому ничего не оставалось, как объявить перерыв для того, чтобы продолжить, опять же, консультации. Но думаю, что такое поведение, конечно, не красит и создает много проблем. Потому что ряд депутатов, и это уже становится очевидным, будут ориентироваться на вот такое радикальное поведение, что, конечно, не будет служить конструктиву в работе местного совета. То есть вы поддерживаете утверждение, что активисты не совсем самостоятельны в своих решениях, и есть политические силы, которые дергают в нужный момент за веревки, скажем так? Ну, честно говоря, я никогда не встречал самостоятельных активистов, потому что они всегда должны ориентироваться либо на какую-то идеологию, либо на какую-то политическую силу, которая бы выступала в качестве заказчика. Идеологии, как мы здесь говорим, уже никакой нет, потому что мэр города даже не приступил еще к своим обязанностям, чтобы устраивать дебош на сессии. Поэтому очевидно, что общественники пытались проявить себя в интересах какой-то политической силы. Хорошо, давайте тогда конкретизировать ситуацию. Мы поговорим об общественниках, которые сорвали первую сессию городского совета. Кто управлял ими? Ну, кто управлял ими, сказать, наверное, трудно. Можно сказать, что они ориентируются сегодня, они ориентируются, наиболее радикальные общественники, на политическую партию Укроп. Это связано прежде всего с тем, что именно эта политическая сила заняла наиболее радикальные и непримиренческие, и неконструктивные позиции по отношению к новой городской власти. Поэтому, желая сорвать, что ли, какие-то договоренности между политическими силами, которые готовы к конструктивной работе во имя интересов запорожцев, вот, и приходится идти на такие радикальные шаги. Но ведь срывать сессию горсовета постоянно – это не выход. Как вы думаете, какую цель они преследуют? Ну, первое – это то, чтобы выразить, как бы, вот свой личный протест против результатов итогов голосования. Второе – чтобы оказать моральное воздействие на тех депутатов городского совета, которые пришли в городской совет не для решения политических вопросов, а для работы на благо жителей города Запорожья. Потому что нужно готовить город в зиме, нужно принимать городской бюджет, нужно решать массу других проблем. А все это упирается в решение кадровых вопросов. Кадровые вопросы можно решить, только имея большинство голосов. Большинство голосов сегодня нет ни одной политической структуры, и все вынуждены договариваться с кем-то. И вот для того, чтобы не допустить договоренности с самой большой политической силой, ну, очевидно, вот эти радикальные общественники и пытались воздействовать на ту же Батькивщину, на депутатов, занимающих конструктивную позицию, там, в самопомощи, в блоке Петра, Порошенко, то есть, ну, в ряде других партий, с целью провести своего секретаря городского совета. Потому что Укроп четко озвучил фамилию Михаила Просола, и, безусловно, они пытаются объединить вот остальных депутатов вокруг этой кандидатуры. Ну, такими методами, конечно, так вопрос не решишь. Ну, ваше мнение, кто несет ответственность перед запорожцами за срыв сессии гурсовета? Ну, прежде всего, те люди, которые пришли ее срывать. То есть, это не секрет, что декларировала общественная организация «Мы запорожцы», именно эти представители были наиболее видными деятелями. Второе – это те люди, которые пришли вместе с партией Укроп. То есть, они тоже принимали участие, достаточно активные депутаты от этой партии, заводили этих людей в зал, понимая, что там будет происходить дебос и так далее. Сейчас ведется много дискуссий насчет того, что сессии городского совета должны быть публичные, власть должна быть открыта. Это действительно прописано в законе о публичности, о доступе к власти. Но вопрос же заключается в том, что зайти в зал – это же не значит получить мандат на то, чтобы срывать заседание городского совета. Войдя в зал, нужно вести себя цивилизованно. И вот здесь, конечно, много проблем и претензий вызывают действия правоохранительных органов, которые позволяют вот такую махновщину, которая ни к чему хорошему не приведет. Ну, хотя бы потому, что это подрывает такие действия. Они ведь происходят не только в Запорожье, а в целом ряде городов Украины. От запада до востока, от севера до юга. И все это негативным образом сказывается на международном имидже Украины. Потому что международные организации, наши западные партнеры, они видят в неспособности власти регулировать эти процессы. И, конечно, с такой властью, которая не контролирует ситуацию, не контролирует радикальные группировки, никто не будет вести серьезных дел. А как должны взаимодействовать городская власть и общественность? Городская власть и общественность должны вести, прежде всего, конструктивный диалог. Безусловно, власти, будь то городская, областная или центральная власть, приходится принимать массу непопулярных решений, которые могут не нравиться той или иной группе людей. Но всегда нужно искать компромисс. А общественность со своей стороны должна, во-первых, подсказывать власти определенные направления, в какие направления городского хозяйства в данном случае являются приоритетными, на что обратить внимание. Второе. Общественность должна контролировать действия этой власти, прозрачность тендеров, процедур. Но все это должно происходить в цивилизованной форме, а не путем срыва. Потому что одно дело, когда ты предъявляешь претензии к тому, что как-то не так проведен тендер, не так потрачены деньги или не на то. А второе, когда ты не даешь возможности сформировать бюджет, и весь город рискует остаться неподготовленным к зиме, в холодных домах, квартирах и так далее. Это не выход. Спасибо. У нас в гостях был политолог Владислав Николаев.